Евгений Сатановский в телеграм-канале Характерно распределение крупного зверя в Чернобыльской зоне отчуждения в районе Припяти. Там единое пространство, разделенное государственной границей, часть Белоруссия, часть Украина. Помимо того, что все заросло и все заселено, в том числе уникальными для Европы видами, от расплодившихся в немеренном количестве болотных черепах до невесть откуда залетевших черных журавлей, были там для эксперимента выпущены зубры и лошади Пржевальского. 15 зубров выпустили белорусы из Беловежской пущи, сейчас их там 150. 30 лошадей украинцы из Аскании Нова, бывшего имения барона Фальцфейна, их около 100. Остальных выкосили приходящие с украинской стороны браконьеры. При том, что и там, и там живут бывшие советские люди, и в школах им про редких зверей рассказывали, то ли разница в ментальности, то ли в состоянии системы природоохраны, да и вообще безопасности, то ли у белорусов нет той перешедшей в анархию демократии, которая есть на Украине. Как нет и гражданской войны, так может и хорошо, что нет. А то, как слова красивые придумывать и под них теоретические базисы подводить желающих масса, а как закон и порядок соблюдать при отсутствии пальбы друг по другу и всех по всему живому, их нет. Повторим, если демократия это, спасибо не надо ее, а то мы все определиться не можем, что хуже. Нет, когда все законопослушные, включая начальство, бескорыстное и скромное до изумления, при том, что законы толковые для людей, тогда да. А если еще соседи доброжелательные и все всем бескорыстно помогают, друг друга подтягивая по части благосостояния и всего прочего, что нужно для счастливой жизни, а если сволочь на сволочи и сволочью погоняет, только одни откровенные бандиты, другие воры и прохиндей, третий тебе все, что могут, припоминают за последнюю тысячу лет, а что припомнить не могут, то выдумывают. А четвертый, чистый и воспитанный на вид, самые ядовитые гады, ползучие и есть. Но не будем о грустном. Есть факт, есть попытка его объяснения, есть выводы из описанного. Дальше каждый к этому может относиться как хочет. Например, разродиться Филиппика и клевете на демократию в пользу умеренного авторитаризма. Исполоть. Евгений Сатановский в телеграм-канале.